Добрый день, уважаемые друзья! Наши встречи в онлайн-режиме становятся все чаще. И я хочу сказать, что, может быть, и благодаря этому режиму общения у нас появляются различные интересные гости. И вот сегодня как раз я бы хотел представить очень интересного человека, моего друга Айка Борисовича Бабуханяна. И если позволите, я немного зачитаю его регалии. Я думаю, что что-то он дополнит сам. Это армянский политический деятель, автор книги «Армения должна быть в авангарде евразийских интеграционных проектов и многих научных публикаций». Также хочу сказать, что Айк Борисович у нас недавним прошлым был депутатом национального собрания. Также Айк Борисович возглавляет организацию «Друзей Крыма». И я знаю, что в последнее время как-то так удивительным образом в одном из своих визитов в Республику Крым он приобрел статус уже официального представителя Республики Крым в Армении. Айк Борисович, я ничего не путаю? Правильно. И сегодняшняя тема – перспективы развития Армении в рамках евразийской интеграции. Я думаю, что нам всем будет это интересно послушать. Айк Борисович у нас замечательный оратор. И самое главное, что человек с очень активной жизненной позицией. И надо сказать, что и вот Россотрудничество. много совместных проектов с делом с Айком Борисовичем. Это совершенно различные конференции. И много-много разных, так скажем, добрых дел. Я думаю, что нам всем будет приятно послушать Айка Борисовича. Айк Борисович, вам слово. Спасибо, спасибо, Сергей Алексеевич, за такое представление. Да. Я тоже благодарен за приглашение в школу, потому что важное дело, важное мероприятие. Всегда очень приятно общаться с молодежью. и его как раз вспомнил время своей работы лекторской. Поэтому, я думаю, мы сделаем наше общение из двух частей. Первая – это будет такая небольшая лекция, а потом мы будем, наверное, отодобрать и отвечать на вопросы. Если все согласны, тогда начнем. Ну, для того, чтобы понять, какие здесь эффективы у Армении в ЕАЭС, надо, я думаю, начать с того, разобрать, какие же процессы идут сейчас в мире, глобальные процессы, какие процессы происходят на еврадийском пространстве, и какие у нас региональные тенденции. Тогда уже от общего к частному перейдем до Армении, посмотрим, что же у нас получается, какие перспективы, какие возможности и так далее. Пропы, я думаю, начнем с того, что происходит в мире. В мире, когда уже было поражение СССР в холодной войне, что привело к распаду Советского Союза, оптические поменялись условия, на которых держится самих. То есть поменялся, поменялся модус. И Ялкинский мир, который был после мировой войны, да, Поддамский мир, Кельфинский мир, то есть общее понятие, общее понятие, что и как мне это взял. Общее какое-то право, оно исчезло. Возникло право одного государства, одного полица, это полица Соединенных Штатов. И естественно, что этот полица стал диктовать свои силы, свою волю в мире. К сожалению, в тот момент мы все, то есть все республики Советского Союза, и все и флагман Советского Союза России достаточно ослабили. Если мы в 90-м году имели где-то 12-13% мирового ВВП, а так потери, экономические потери после Российского Союза, они по некоторым данным даже превзошли потери во время Второй мировой войны. И вот в этот момент, вот этот объединительный полюс, он решил вообще добить всех окончательно и даже расчлинить Россию. Сегодня мы имеем многополярный мир. Многополярный мир. И надо отметить, что заложен он был, я считаю, в 2008 году, когда Грузия попыталась силой решить вопрос о стадии и Южной Осетии. И вот тогда пыталась она это не самостоятельно, естественно, и ее подталкивали к такому решению. Целью этой авантюры была или же сломить Россию, ее политическую волю, и авторитет среди соседей, и бывших, так сказать, республик, и народов, которые живут в СССР. Или же, насколько испортят отношения с Грузией и Россией, чтобы в дальнейшем их восстановить было бы очень сложно, и в ближайшее время даже не разумно. Поэтому, что это следы и принудили вот к такому такому варианту решения. Естественно, он понимал, я думал, что ничего у него не получится, поэтому взял свой голос. Но в результате начался новый процесс формирования многополярного мира, когда Россия заступилась за вот эти маленькие народы. сегодня мы имеем как минимум, если мы говорим с экономической точки зрения, это четыре полюса в мировой экономике. Причем самый мощный полюс, который был в Соединенных Штатах сегодня по некоторым позициям уже уступил свою позицию Китаю. совсем я хотел заметить, что Китай в 1990 году в 1990 году имел 5% доли мирового ВВП. Сегодня Китай по разным оценкам имеет от 18 до 20%. Всего экономика выросла в 5 раз как минимум. А экономика соединенных Штатов, она осталась примерно на таком же уровне, если не считать, что внутренний долг в Соединенных Штатах ежегодно очень быстрыми темпами расчет. Третий полюс, это, конечно же, сегодня у нас Европейский Союз примерно 16% мирового ВВП. и остальные уже страны имеют определенные, значит, везде Индия, Россия, Базилия, Канад и так далее. Если говорить о политическом полюсе, конечно же, здесь надо отметить США, Россия, Китай, и, наконец, о идеологическом полюсе надо говорить. Идеологический полюс это система ценностей, которая пропагандируется, и которая, значит, на которой основывается вся структура, и коммунитарная ценностей, и там, так сказать, африканская. И вот в идеологической сложности, конечно же, англ-шарский мир это один полюс, Россия и восьмертно-системская церевизация, в том числе Армения происходит в этот полюс, это другой полюс, и Китай, конечно же, это определенная другая структура, на которой очень близка по главным монументальным ценностям, более близка, конечно же, к восточно-христианской цивилизации, чем конгл-шарский сегодняшний лидеральный датрина. Надо сказать, что 21 век начался с того, что вот это лидеральная или ультравидеральная или неогенратическая датрина, она стала тоталитарной, и она стала догматичной, и к ней фактически заставляли принцесс всех тех, кто не хотел этого делать. И, ну, вот такая это, ты на всем известна, да, отрицание национальных и, значит, самостоятельных культур, в том числе и религии, это отрицание семейных ценностей, это отрицание гармонии богов, это отрицание гармонии между поколениями и так далее. Вот. И вот эта дагматичность дагматичность она привела к определенному отторжению. Отторжение. И вот сегодня уже борьба идет не конкретно между какими-то странами, а идет между национально-конферативными идеями и ультриберальными идеями. Поэтому Соединенные Штаты подсетят, потому что именно там сейчас выяснили всего эти два течения, а это не просто течения, которые пытаются заработать себе очки в глаза для избирателей, это борьба за управление миром, за новую модель мирового устройства, которая должна после вот этих всех торонозируйств, вот этих массов выполнений по всему миру, я считаю, что это одна и та же история, просто разные фазы. Разные фазы. И после всего этого, что можно условно, условно, средней мировой войной, кто выйдет победителем, какая идеология выйдет победителем. От этого зависит будущее мира, будущее каждой страны, каждого народа, и в том числе будущей армии. Если говорить о евразийской платформе, евразийской интеграции, то евразийской евразийской это приз за победу холодной войны. И вот когда оказалось в холодную войну Соединенные Штаты и Запад, тогда еще выиграли. Евразия уже лежит твоих ног, но видите, что получилось так, что евразия не досталась. На большой Евразии пошли различные процессы. К примеру, я хочу привести процесс создания шоков. Санхайское организационное Согрудничество, которое включает в себя одну треть населения мира. Вот эти страны, которые там запрались, это одна треть населения мира. Это достаточно серьезная экономическая платформа, которая может очень серьезно противопоставить себя, допустим, той же большой семерке, которая уже сегодня не может настолько быть это было 80 лет назад, 20 лет назад. Другие процессы тоже идут на евразийском пространстве, различные макро-объединения, они вообще не видят эти макро-объединения, создания макро-объединения. И сегодня мы видим, что многие государства уже, если они раньше были разъединены и подчинялись одному цену, то или макро-объединения, то сегодня я считаю, что создают какие-то платформы, макро-объединения и пытаются защитить свои экономические интересы, политические, национальные, идеологические интересы. И вот посмотрим, если мы посмотрим уже какие-то тенденции у нас в регионе, тенденции у нас регионы, если его можно назвать, это два наложения. Одно наложение это бывший Советский Союз, и второе наложение это Большой Ближний Восток. Вот эти два наложения создают и наш регион, где слева державы мы сегодня можем назвать Россия, региональные державы это сурпция Иран, в некоторой степени даже Египет и Саудовская Аравия, и страны, которые сегодня находятся в более таком пока что переходном периоде, это и Грузия, и Азербайджан, и Армения, и Сирия, вот это страны, которые находятся в таком полуперевходном каком-то Успании такой-то такой. Начнем вот я хотел бы обратить внимание на Турцию, потому что Турция это не просто крупная региональная держава, она сегодня зарпезует на определенную мировую роль. И эта мировая роль заключается в ее идеологии, турецкой новой идеологии, которая называется нео-утмани. Что это такое? это смесь двух традиционных турецких идеологий. Пан-исламизма, то есть объединение всех ислама, ислама, пределающих стран от начала Турции, и Пан-тюркизм, объединение тюркоговорящих. Да. Турция пытается выставить себя фактически новой Османской империи. И ее попытки вмешательства в различных регионах, в различных ситуациях это зашат. То есть что взяли современное, что взяла современная Турция? Она взяла идеологию пан-симфизма от Турции, и на этой от Турции идеологии сделала настройку пан-симфизма. Вот это вместе с новой идеологией в Турции. И сегодня это самое дело. Если где-то 20 лет назад Турция декларировала принцип «ноль проблем с соседями», то сегодня Турция имеет «ноль соседей без проблем». То есть Турция задевалась «ноль кроме арминии». Айгварич, прости, дорогой, что перебиваю. Чуть-чуть ближе можно к микрофону. Да, да. Да, да. Потому что некоторые ребята пишут, что плохо слышно. Как лучше, да? Хотя ближе все. Ну, чуть-чуть, да, да, да. Спасибо. А, да. Вот. Посмотрите, фактически тут со всеми своими соседями имеют какие-то очень сложные отношения. Ну, Армения понятно, Сирия ввела войска, причем политик Сирии постоянно об этом говорит, протестует. В Ираке войска, причем войска ввели очень жестко. На Типре замуживается. В Греции каждый день уже, хотя и Греция, и Турция являются членами НАТО, но каждый день идут вот эти споры за острова и очень там бытные ситуации. Но кроме этого, Турция вмешивается во все вопросы, которые связаны с исламом или с тюркским населением или с такими-то странами, которые делаются разговарившие. Они создали шесть стран, создали единый союз, это тюркский совет. Это шесть стран, это население Азербайджана и четыре страны в Средней Азии. Кроме того, Турция вмешивается вплоть до китайской унбургского населения по вопросу унбургского. Вмешивается в вопросы Крыма. Сейчас не так активно, но очень активно. Вы знаете, во время Сенской конфликта Турция пыталась там сыграть свою роль. То есть где есть исламские или же тюркские процессы, то Турция пытается вмешивать и считает себя наследницей Османской империи и считает, что она должна ее восстановить. Надо брать вот этот обстык очень внимательно и участвовав. И конечно же Турция продолжает мыслить и являться геносида генным государством. Государство способное на геноцид. На геноцид армян, курдов и вообще все, кто будет ей мешать. Что она показала в принципе совсем недавно свидетель. Тогда след делается во след в муке русско-населенной районе. Поэтому мы вот как фактор должны постоянно как фактор будущего развития просчета будущего развития Армении мы должны всегда иметь след и фактор, всегда просчитывать его, быть знакомыми с политикой и позицией и так далее. Что касается Азербайджана, ну понятно, что конфликт с нашей страной он пока что практически дековой ситуации и в любой момент может перейти в горячую фазу. Самый вопрос, конечно же активно развивается. Мы должны это понимать. Это и нефтяные новые возможности, которые ШАЗ, Денис, и так далее, и так далее. Вот такого 2019, 20 20 года, это новые возможности по нефти и газу. Это и совместная работа ДИКИ, третий петролев, то есть это не только экономический, но и политический мостик, что оно амбрика амбрика скромнее, но кроме того, разработка развивает возможности как страны, которые имеют возможность включиться в шелковый путь. И этим самым он очень становится ценным для и Китая, и Индии, и России, и Европы. Потому что тот железнодорожный путь, который недавно они уже окончательно его завершили строительство, связывает Иран, Азербайджан, Грузию и выход на Черное море в Европу, или Азербайджан Россия и выход на российский рынок. Конечно же, Азербайджан дает как транзитному государству очень большие прибыли. Очень большие прибыли и экономические, и политические дивиденды. Поэтому Азербайджан находится в такой ситуации, когда совсем недавно запуск связывал небольшие надежды, чтобы выйти на среднеазиатский регион и получить из Средней Азии по дну Каспийского моря получить энергоресурсы среднеазиатские и эти энергоресурсы через Грузию и Ресурсию перекачивать в Европу. Кроме того, что это могло быть очень дешево для Европы, кроме того, что это отрезало бы Россию определенным способом обозревать частью европейского энергетического рынка. Это еще бы дало возможность, если с Востока на Запад либо энергоресурсы, а с Запада на Восток деньги, если бы вместе с деньгами экономическая и политическая воля Запада. И это был очень большой проект, наверное, знаете, несколько было таких проектов, часть из них в очень пограничном режиме смогли довести до конца, но основная часть, которую на букву, прощение и так далее, вот небольшие показатели, о которых говорить, конечно, они пока что не решены. и азербайджан тем и опасен для, допустим, для Китая, для России, что он вдруг может переключиться на этот курс, начать работать на восток, такую горизонтальную линию, вот, и одновременно он является очень большой такой приманкой для Запада, потому что пока он не работает вот на именно эту линию, то есть не передает у этих самых среднеазиарских стран их ресурсы на Запад, он является приманкой, за которую идет Байба. И вот в этой ситуации мы приходим уже именно к вопросу а как быть Арменией в будущем и что нам делать. На мой взгляд, единственный пункт развития Армении это развитие в евроазиатском экономическом союзе, причем не только развитие в этом порядке как экономическом, но и доведение этого союза до политического союза. Если сейчас у нас странами ИАЭС имеется экономическое и военное сотрудничество, это уже УДКП, то политическое сотрудничество как такового окраничивается в политическом СНГ. А СНГ достаточно умолкная и достаточно неподготовленная структура для того, чтобы являться политическим союзом. Поэтому я считаю, что должна быть экономика, должна быть оборонная безопасность и должна быть политика, политический союз. Что говорится много, что говорит о экономике, конечно же, Россия, которая является органом, на которой держатся реалитики экспорта. Россия это крупнейший торгово-экономический партнер Армении и по торговому обороту, и по экспорту нашей готовой продукции. В энергетике Россия играет очень определяющую роль в нашей энергетике Армении. Это и газ по электричественной системе, это и управление атомной станции, так далее. Транспорт как вы знаете, ЮГАЖД передано управление России, авиация, в основном российская авиация работает в нашем направлении. Общий рынок труда, сейчас коронавирус закрыл возможность общего рынка и вот мы видим это трагическую ситуацию, особенно в некоторых областях Армении, в Рашской области, оттуда очень много людей выжало на заработки и так далее. То есть по экономике тут, по-моему, никаких вопросов нет. Что касается обороны и безопасности, опять-таки, есть двух сторон и другого с Россией. Это защита, это гарантия нашей безопасности от любого попознавления. Это ОДКБ, опять-таки, это ограниченная служба России, которая сегодня охраняет средства и грамм с границей. Это военные музыки российские, которые предоставлены для подготовки кадров для Армении. И, конечно же, вооружение, которое мы покупаем, или же сейчас даже не покупаем, а получаем кредит, и получаем кредит не по рыночным ценам, а по ценам производителя. То есть это практически территория. здесь, конечно, имеет место ОДКБ. Я считаю, что ОДКБ тоже два года лежит именно вот в рамках евразийской идеологии. Я должен напомнить, что этот Долтов не новый, он был сто лет назад, но в Советском Союзе вот именно на этой основе. Вопрос был частично и так-то хотя бы решен в том паре, что это был, он перешел в Мирнумфад. В Мирнумфад. Вот. Поэтому я думаю, что Россия как совпредседатель, это такие, и не только совпредседатель Минской Долтовой, но и как отдельный формат, трехсторонний формат, который был предложен в 2019 году России. Россия и Арбадян, она может играть здесь главную роль. И, наконец, давайте поговорим о политическом союзе, которого еще нет, но я считаю, что Армения должна взять на себя роль в этом вопросе. То есть мы должны тоже со своей стороны предлагать и настаивать на этом вопросе. Политический союз у нас будет это СССР. и это был удачный политический союз для Армении и для России тоже, потому что именно в этом политическом союзе наши страны достигли особой роли в мире и в развитии своем во всех отношениях. Политический союз, он основывается на общей цилизационной платформе. о том, о чем я говорил в начале нашего идеолога. Терризационный платформ восточно-христианская мораль. Восточно-христианская мораль, она сегодня противостоит англухарской модели или идеологии. И вот и не на идеологии, то есть общая система ценностей. вот эта система ценностей, она является основой для политического союза. Я думаю, что нам надо стремиться именно к этому. И это приведет к увеличению национального суверенитета. Потому что если ты состоишь в политическом союзе, с идеологически близкими тебе странами, ты можешь поднять свой национальный суверенитет, как это было во времена Второй Републики Арминии, то есть Советская Армина. Где культура цель дать национальные ценности достигли большого, огромного процесса и прогресса. То же самое политический союз приведет к улучшению экономических связей. Потому что недавно вы помните, что было предложение Белоруссии и Армении, что газ должен быть в общем стране и так далее было ответа. Нет этого пока, что единства. Нет единства, значит, нет общего рынка наиногоносительных. Политический союз приведет к Кельтому. Что это подразумевает политический союз? Подразумевает общий парламент, подразумевает гармоничную внешнюю политическую деятельность, общую идеологию, государственную судебную и, конечно же, конституцию, в которой было заказано, что наши страны подчиняются не международному законодательству, как сейчас, где международное законодательство выше, чем национальное, а вместо этого международного есть евразийское общеполитическое законодательство, если ты принял его, то ты ему подчиняешь. То есть, подытоживая, скажу, что вот теория ИИ, то есть И Запад, и Россия, я думаю, сейчас она уже неприемлема, то есть это не должны быть разнозначные И, а российское И должно быть главным, должно быть доминирующим, конечно же, сохраняя нормальные добрососедские отношения с Западом и Западной Европы. Вот мое видение будущего и перспектива в Армении и в Армении. Спасибо. Айк Борисович, Наталья Рыбинская. Айк Борисович, пожалуйста, еще раз переподключитесь, у вас есть письмо, написано вот видеоконференция, вторая часть, там новые пароли. Айк Борисович, и все-таки у нас с вами проблема, я думаю, что звук такой плохой, потому что у вас слишком высоко камера, вы прямо ее рукой возьмите, она же у вас на экране установлена, и опустите ее на себя, потому что у вас даже лицо обрезано, и у вас звук поэтому вверх идет. Вы прямо так берете ее ручкой аккуратненько и на лицо немножко вниз опускаете. переподключитесь, пожалуйста, и я вам скажу опять письмо, где написано вторая часть, вот ребята уже подключаются, и с новыми паролями походите, пожалуйста, я вам скажу хорошо или нехорошо у вас камера, ладно? Все, я Борисович, давайте. Ребята, фактически все подключились уже. Видно, слышно? Да? Видно и слышно? Добрый день. Да, хорошо. Добрый день. Всем добрый день, с кем я еще не поздоровалась? Ребята, я прошу прощения, что сегодня такой немножко не очень хорошего качества звук, пытаемся что-то сделать, но вообще вы что-то слышите? Слышите? Слышно вам, Айка Борисович? Да, да, я слышно, да? Вы, пожалуйста, готовьте вопросы, очень надеемся, что у вас они появятся. Да, задавайте, не стесняйтесь, будьте активными, как Арман на прошлой видеокомпуляции. Я ждем Айка Борисович и продолжим. Так, вот Айка Борисович подключается. Айка Борисович, слышите? Мне кажется, сейчас лучше. Лучше точно? Да, сейчас точно лучше слышно, прекрасно. Продолжаем, Айка Борисович, да? Да, продолжаем. Я, в принципе, представил такого середине темы, о котором мы с вами говорили. Поэтому давайте сейчас перейдем к вопросам ко второй части. Наши сообщения это вопросы о этой теме. Есть вопросы? у меня у меня не не слышно. Вы меня слышите? Еще не все подключились, Айка Борисович. Нет, уже все фактически подключены. Да. Айка Борисович, спасибо за лекцию. Я бы хотел спросить, вот вы говорили о более политической интеграции. Что вы подразумеваете в целом создание такого же государства, как Советский Союз или что-то вроде Европейского Союза? Ну, смотрите, честно говоря, принципиальная разница между Советским Союзом, я имею ввиду структура, и Европейским Союзом, я имею ввиду. То же самое, различные государства создают определенный политический союз, политический, экономический, оборонный союз. Единственное, что Европейский союз свою обороноспособность самостоятельно не может или не хочет организовывать, и поэтому в этой части он просто является ну, как бы, зависимым отсоединенным, Вот. А Советский Союз самостоятельно организовывает и свою боевоспособность, и безопасность, и армия, и так далее, и так далее. И в том и другом случае государства входили в него как независимые субъекты и с правом выхода. И в том и другом случае действовала единственная валютная система, единственная экономическая система, единственная паспортная система, общий рынок труда, общий рынок услуг, общий рынок финансового рынка. Вот. То есть большой разницы в этом плане я не вижу. Не вижу разницы в том, что в Китане там была общая идеология. В Китане это была общая идеология, комитическая идеология была, а в Европейском Союзе ультралиберальная нервно-экономическая идеология, которая тоже стандартна для всех стран и она обязательно для ее принятия и подчинения ей. Поэтому такой большой разницы между вот этими двумя образованиями я не вижу. Что я вижу, как политический Союз, да, я вижу вот такую модель, которую мы в принципе и имели. идеология, конечно же, должна быть наверное уже более современной в этом Союзе. Но я уже говорю о идеологии, это восточно-христианская национальные ценности, это консерватизм. Просто вот на этой идеологии я думаю, все страны, которые сегодня входят в ИАЭС, а также к ним могут прикрыть очень многие другие страны. Вы знаете, интерес Ирана, допустим, к этой идеологии и к этому проекту. я думаю, что это очень возможная ситуация и я думаю, что она будет. Другое дело, что если Армения будет первопроходцем в предложении создания общего парламента, допустим, парламент ИАЭС, это предложение несколько раз звучало, пока не все страны были готовы к этому процессу, но я думаю, что мы можем быть здесь в авангарте и в будущем в авангарте мы можем получить дополнительный приз за СССР. Вот такая идея. Арман, я ответил на ваш вопрос? Или вам еще что-то осталось? Да, спасибо, я понял ваше видение ситуации. Отлично, отлично. Если у вас еще вопросы? Айк Парисович, спасибо еще раз за данную лекцию. Я хотела бы задать вам такой вопрос, учитывая то, что Европейский Союз на сегодняшний день является главным внешнеторговым партнером для Армении в НИАЭС, и тем более, учитывая то, что Европейский Союз, он выделяет крупные гранты вообще финансирования всталом для проведения в Армении реформ. вот вы говорите про то, что Армения, она должна быть в авангарде этой инициативы, что должен быть организован политический союз на основе ЕС, но как вы считаете, каким образом выступление Армении в качестве авангарда для этой инициативы может повлиять на взаимоотношения Армении с Европейским Союзом? Очень хороший вопрос у вас ответственный. Начнем с того, что я известный депутат, который не голосовал за договор об ассоциации с Европейским Центром. Я выступил против и в прессе, и в парламенте против подписания договора об ассоциации Европейских Союзов. Не может быть такого в сегодняшнем мире. Сегодня очень развития в линии очень много. И не может быть, чтобы ты одновременно имел такие отношения с ЕАЭС, то есть общеринок и так далее, и так далее. И с ЕАЭС, и то же самое имел бы с Европейским Союзом. Вот невозможно такое представить, потому что политика сегодня диктует Союз. Это второе. Не может быть в одном блоке по безопасности, ОДКП, и одновременно работать с другим блоком НАТО, а Европейский Союз, это наше. Это неоткутимое, неразделимое политическое. неоткутимое И если не может быть одновременно и здесь и там, потому что эти блоки, к сожалению, сейчас находятся на очень противопоказаемой позиции. Сегодня конфликт, хотя бы на политическом уровне, он достиг очень серьезных таких моментов. Поэтому если ты и здесь и там, это значит ситуация и не здесь, и не там. Тогда как ты, а не как получается. Поэтому я только сказал, что полиция и запад и Россия была более-менее приемлема и тогда, когда не было конфронтации в мире, вот этот политический мировой ландшафт, он был достаточно ровным, и вот этих противостояний, этих разживительных линий, этих угроз, этих даже столкновений, их не было. Сейчас это, я считаю, невозможно. это старый. Я не согласен с вами, ЕС это, значит, наш партнер торгово-экономический главный, потому что во всем показателям Россия наш сделал экономический партнер, вот, а что касается высоких, значит, цифров ЕС, это сырье, это месть, да, в основном это месть, вот, которое как сырье выводится и получаются некоторые, значит, цифры. если вы посмотрите на экспорт, армянский экспорт, структуру армянского экспорта, то вся готовая зарывшая, она выводится в Россию. Ну, не вся там, надо посмотреть 90% всего-то, то есть то, что мы обрабатываем, то, что мы делаем, то, что мы создаем, то, что мы производим, в Россию. А месть, да, месть, она идет там, куда-то, в деньги и так далее. Вот. То есть, а откуда у нас получается главный, главная прибыль? При при обработке, при производстве и так далее. То есть, если мы не будем иметь собственное производство, а производство мы будем иметь только тогда, тогда мы будем иметь рынок для сбыта этого производства, как у нас, собственно, рынок там очень маленький, очень бедный, и на местном рынке что-то производить, это, в общем-то, бесконечно. Вот. Поэтому нам нужны рынки. А европейский рынок, конечно, для нас там просто неприемлемый. Почему? Потому что, например, мы неприемлемы для этого рынка, но у нас совершенно разные технологии, разные потребительские, так сказать, вкусы, потребительские запросы и потребительские возможности. Поэтому наш рынок, это рынок высшего Советского Союза, это истеринок. И вот представьте, если у нас будет только производиться меч, золото и какие-то другие полезные ископаемые, которые просто выводятся, не будет производства, не будет технологий, не будет науки, во что превратится страна. Это будет очень печальная территория, где просто добываются полезные ископаемые. для нас и по показателям производства, и по энергетике, и так далее, по торговым балансам, Россия, конечно же, и сейчас является на темном месте. треть экспорта, который идёт на запад, это вот это сырьё. сырьё, которое, ну, к сожалению, вот это мы не можем даже его обрабатывать, не пытаемся его обрабатывать, и вот оно сырьё вот такое, оно просто уходит. И да, можно сказать, идут небольшие деньги. Вот. Теперь ещё один вопрос о гранках. Это очень важный вопрос, спасибо, что его подняли. Европейские, западные гранты и так далее. Ну, во-первых, гранты, они частично идут от ЕС, большей частью от Америки, и ещё большей частью от всяких сторостообразных организаций. Эти сторосто, собственно, и так далее. Зачем они нам дают гранты? Вот эти гранты, они покупают, просто покупают часть нашей элиты, покупают часть, значит, СМИ, часть общественного организации. То есть, здесь создаётся пятая колонна. В стране создаётся пятая колонна, что очень опасно. Очень опасно. Вот что такое пятая колонна? Это вот за определенные деньги подкупаются СМИ, подкупаются общественные организации, политики, общественные деятели, деятели культуры. Вот. И за эти деньги они начинают говорить то, что нужно. нужно тем, кто даёт гранты. Вот. Их, как вы знаете, называют грант-поеды. Вот. Подкупаются партии, целые партии политические, подкупаются, все, что создаются на эти деньги. И вот вся вот эта вот, вся пятая колонна, она начинает уничтожать страны изнутри. К ней прибавляется ещё шестая колонна, потому что деньги даётся каждый и представителям власти, чиновникам, депутатам, министрам, министерствам. Вот. И, практически, получается, что власть, она тоже начинает работать на гранты и на грант-одатель, выполняя конкретные политические заказы. и вот здесь получается, что практически в своей стране уже не хозяин, а хозяин те, кто платит вот эти деньги. И вот, пока мы не сможем отгородить наши СМИ, наши общественные организации, наши партии, наше правительство, чиновников под этих грантов, пока мы это не сделаем, мы, значит, находимся практически под угрозой потери скудинитета, что на сегодняшний день очень ясно и четко проявляется. И, кроме того, кроме того, не может быть разного положения для развития, допустим, СМИ, которые имеют национальные, так сказать, форумы, и СМИ, которые подпитываются Западом, допустим, радио Свобода. Радио Свобода и, к примеру, какая-нибудь наша радиостанция, они не в равном положении. Радио Свобода имеет коллажальные возможности, технические, новая техника, хороший эфир, большой персонал, большие зарплаты, то есть это, они привлекают себя лучших специалистов, лучших журналистов и так далее. И, фактически, получается, что радио Свобода имеет на территории Армении намного большее влияние, чем все остальные радиостанции, даже государственные радиостанции, даже государственные радиостанции. И получается, что радио Свобода свою идеологию, а идеология у меня, естественно, та, которая в бюджете Соединенных Штатов, за деньги Соединенных Штатов. Вот радио Свобода говорит то, что нужно Соединенным Штатам, а не то, что нужно Армении. И вот, пока мы не прекратили вот эту, вот эту, значит, подпитку эту из-за границы СМИ, и так далее, и так далее, мы политически решились своего зарплаты. То, что делали другие страны. Многие другие страны запретили и радио Свобода, и запретили подпитку СМИ, и запретили подпитку партии, политиков, и так далее, и так далее. До многих странах СОРОС запрещен. Запрещен. Кстати, я тоже подал в суд на СОРОС, фонда СОРОС, и сегодня уже, наверное, четвертый, пятый месяц, мы, так сказать, находимся вот в этом судебном разбирательстве, и я, что время требовал, когда я был депутатом, я требовал закрытие фонда СОРОСа. Так как фонд СОРОСа, это такое, так называемое мировое правительство, это мировое правительство, которое входит в свою страну и начинает править. Это внешнее управление страной. Внешнее управление страной, и от твоего суверенитета и независимости остается только название и класс. все остальное совершенно не важно. Ты не имеешь влияния на собственное правительство, на собственные СМИ, на собственные диалоги, на собственные политические партии и так далее, так далее. Они находятся под внешним управлением. Поэтому именно с этой точки зрения, с этой точки зрения, нам срочно необходимо прекращать вот эту подписку, подкупу, это же политическая покупка, взят과 деятельства, это коррупция намного опаснее, чем экономическая коррупция. Политическая коррупция уничтожает страну... Экономическая коррупция может被 Building экономически estat funcionar , государственные существуют. Вот поэтому нам надо действительно Отказываться от этого всего, потому что нам нужна та общность народов и стран, в которой мы себя уже хорошо чувствовали, в которой мы уже состоялись как государство. После потери государственности на как минимум 50 лет, мы возрождали свою страну и смогли возрождать именно в окружении вот этих стран, этих народов, которые создавался Советский Союз. И именно с ними надо продолжать нашу работу на будущее, потому что там мы состоялись. Что касается результатов этих грантов, если эти гранты давались на развитие, допустим, права человека, то у нас права человека нет. Если эти гранты давались на развитие свободы слова, где у нас свободы слова? Нет у нас свободы слова. Если эти гранты давались на какие-то вот такие литеральные ценности, и мы сейчас сегодня говорим, что этих ценностей нет, если можно в продолжении я задам еще один вопрос вот я согласна с тем что вы говорили о том что западные гранты они ставят под вопрос наш суверенитет но не кажется ли вам что создание политического блока на основе я может также ограничивать наш суверенитет я считаю что наш суверенитет во время советского союза когда была советская армения была намного выше чем сейчас потому что во время советского союза армянская церковь не подвергалась напастью таких зафектантов да она спокойно работала имела свое место и значение в обществе сегодня армянская церковь подвергается напастью а альянская культура развивалась на национальных основах на национальных основах тогда были созданы в основном наш киноматограф сегодня сравните что-то армянский кино я думаю ясно что мы сегодня потеряли ориентир потеряли что пропагандируют кино что пропагандируют что пропагандируют поэзии современная поэзии надо смотреть на результаты результаты деятельности а результаты один из хороших показателей лучших показателей это демография то есть если мы в советское время имели в стране порядке четырех миллионов граждан сегодня осталось половину то есть страна государства она не выполняет той функции вот в таком области в таком области она не выполняет функции суверенного государства для своей нации государство должно обеспечивать суверенное развитие своей нации суверенное развитие это развитие языка, культуры суверенное развитие языка, суверенное развитие культуры суверенное развитие политических институтов суверенное сохранение развития национальной системы ценности вот это все суверенное развитие экономики вот это все мы сегодня в таком области когда называются это все независимым государством а на самом деле решение оно не может принимать потому что нет таких искусств которые позволят от тебя принимать суверенные решения и когда на тебя уже поддействуют вот эти западные гранты они полностью скупили свою суверенность ты уже не можешь самостоятельно принимать решения ты должен спрашивать постоянно венециалские комиссии спрашивают принять у Конгресса США и у международного евросоюза спрашивают а можно теперь вот так делать или нельзя то есть своя суверенность то есть суверенность это что самостоятельность принятие решений на благо собственной нашей. Вот эта суверенность ее нет. Так лучше иметь надежную защиту и общую цивилизационную цивилизационную платформу. Вот очень важно, что ты идешь не с кем-то там в блок вступать, а ты идешь в блок вступать в общие цивилизационные платформы, где, допустим, семейные ценности и где мама и папа, это и есть семья. Где не может быть другой семьи, где не может быть другая мораль. Вот. Вот ты придешь туда, где ты уже один раз, зайдя туда, расслет. То, что было до и то, что было после, если сравнивать в начале и в конце, да, вот любая математическая модель, это черный ящик, да, как на позе имеешь вот это, это, на высоте имеешь это, это, это. Когда ты сравниваешь, получается четкую позицию для того, чтобы вычислить эффективность этой математической модели или этого черного ящика. Вот поэтому я считаю, что наша, это слининг, наш национальный, возможность национального развития в подобном европейском союзе будет намного выше, чем то, что мы имеем. У меня есть. Извините, можно я? Да, конечно. Спасибо. Здравствуйте, Хайк Борисович. Спасибо. Хочу, во-первых, поблагодарить вас за весьма интересную лекцию, но хотелось бы продолжить немножко тему насчет грантов. не считаете ли вы, что гранты, возможно, это даже неплохо. Вы говорите исключительно о положительных сторонах евразийской интеграции, конечно же, они есть, и все цело осуждаете Европу, почему нет США, а также гранты. И вы осуждаете, например, власть. При этом вы были на протяжении долгих лет членом республиканской партии, которая была правящей партией в стране. И именно во время республиканской партии Армении фонд Сороса и начал развиваться из-за того правительства, само Министерство обороны, Министерство образования получали гранты от фонда Сороса, а также Государственный университет Армении получал гранты. И какая, по-вашему, разница, получает ли эти гранты со стороны Армении, со стороны Америки, США, то есть, или со стороны Европы, или со стороны России. Например, мы слышали на прошлых лекциях осуждения европейских образовательных программ, таких, как, например, Erasmus, но Россотрудничество тоже своего образа Erasmus, и молодым людям дается возможность бесплатного обучения за рубежом, и формируя у нее положительный образ о данной стороне. Так в чем же разница? Как, по-моему, с вашей стороны даже, возможно, все звучало весьма лицемерно. Если позволите, я дополню ее вопрос, чтобы просто, я тоже хотел примерно такой вопрос задать. Я сейчас у меня перед глазами открыты заявления Министерства иностранных дел 2007 года, 9, 12, 15, 16, где наши представители везде говорят, что комплиментарная политика для Армении вполне подходит, и даже на момент, когда мы уже стали членами таможенного союза. После того, как случилась революция в Армении, партия, которой вы принадлежали, начала критиковать Армению за комплиментарную политику. Что изменилось за это время, что изменилось за эти два года? Спасибо. Тоже хорошие вопросы. Спасибо. Ну, начнем с того, что у вас не совсем правильные данные. Я никогда не являлся и не являюсь членом республиканской партии, а всю жизнь свою, 30 лет, как являюсь членом партии Союза Конституционного права, а сейчас и возглавляя. Другое дело, что наша партия вступила в блок Союза 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 в 2012 году, который прозвился до 2018 года. То есть 6 лет из своих 30 лет политической деятельности нашей партии, 6 лет мы находились в блоке Союза 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 что не значит, что мы во всем были согласны с республиканской партией, в том числе я вам сказал, что, допустим, по вопросу подписания договора о ассоциации с ЕС мы не согласны, поэтому мы пересочим. То же самое может пересочить по закону о семейном насилии, по закону о альтернативной боевогоинской службе и так далее. То есть очень много есть позиций, по которым наши позиции не согласовывались и не были идентичны. То же самое мы представляли законы, допустим, от иностранных агентов, которые не поддерживают республиканскую закону. Но в доме вот этих отдельных законов в основных вопросах идеологии, то есть национальной консервативной идеологии, то есть это более глубинный свой сотрудничества. Да, а у нас в грудероптности за сих пор не допустим национальной консервативной идеологии. А в гадапарте главная это платформа идеологическая, а не кто какой-то закон принял, какой-то не принял и так далее. Другое дело, что имплемент имплементировать свою идеологию уже допустим деятельность парламента, деятельность правительства и так далее, это уже другой вопрос, насколько тебе выдаёте имплементировать свою идеологию в деятельность допустим парламента. Поэтому начнём именно с этих уточнений и что касается допустим того же комплиментарного подхода, я опять же тебе скажу вам, 10 лет назад это был очень хороший подход, 8 лет назад и так далее. Но после определенных ситуаций я думаю, что сейчас уже, когда сформировались очень такие противовоскрующие силы, противовоскрующие силы, смотрите, если до этого года это были противовоскрующие силы между государствами, между блоками, сегодня это противовоскрующие силы уже и мировые правительства, мировые силы, мировые финансы, мировые Поэтому не изменяется с каждым, уже не годом даже, а с каждым месяцем. Поэтому, да, комплиментарная позиция политика, 10 лет назад она была более-менее приемлема, а, допустим, два года назад уже для нас была уже неприемлема. Поэтому и мы не голосовали за ЕС, за Ассоциацию ЕС. Ассоциацию ЕС, за Ассоциацию ЕС, за Ассоциацию ЕС. В том числе и университета, в том числе и СМИ, в том числе и каких-то научных организаций. Да, это очень печально. И в том, что неэффективна была зачастую работа тех или иных структур государственных, или научно-образовательных. Я думаю, да, об этом была и доля того, что определенные лица там были подцеплены, вот этими Соросовскими фондами, западными фондами. Очень плохо, и я против этого выступал. Слава Богу, что мои все выступления в парламенте сохранились, и я выступал до закрытия фонда Сороса в Армении. Ну, опять-таки, здесь у нас были разногласия. Разногласия почему? Потому что у Армении нет такого суверенитета, чтобы Армения могла закрыть этот фонд. Вот здесь у нас суверенитета не хватает. На самом деле все, ну, многие, в всяком случае, мудрые политики в этом суверенитете были согласны, но суверенитета у Армении не хватало, чтобы вот это можно было сделать. Теперь какая разница между грантом, который поступает от Сороса, и грантом, который поступает от России? Весь вопрос в том, зачем этот грант? Для чего этот грант? Если грант для того, чтобы, допустим, поднять какое-то движение против нашей национальной церкви, а такие гранты есть от Сороса, если такой же грант будет от России, конечно, мы скажем, что никакой разницы нет. Но такого гранта от России мы не видим. От России... Россия вообще достаточно посидит в такой форме мягкой силы, как грантодательств и, значит, подкуп, подкуп определенных слоев элиты. Гранты дают для того, чтобы подкупить элиту, на самом деле. Для того, чтобы эту элиту направить на те шейды, которые нужны тем, кто дает эти гранты. Бесплатный шейд бывает только мы, шейдовский. Поэтому... Я не могу сказать, что 100% всех грантов – это плохие гранты. Но основная масса... Да, можем рассмотреть с 93-го года по сей день, какие гранты давали, и найти там, допустим, я не знаю. Но основная масса дается на разъедание государства, на разъедание общества, на разъедание идеологии национальной, на приведение нации в такое состояние, которое не способно самостоятельно мыслить, самостоятельно действовать, самостоятельно себя защищать. Остановится орудием в руках тех, кто с 93-го года раздавал эти гранты. Поэтому вопрос не в том, кто дает гранты, вопрос, зачем дает гранты. И вот когда вы посмотрите цели этих грантов, когда вы посмотрите назначение этих грантов, вы поймете, что да, здесь есть очень много сложных вопросов. И в конце концов, вот вы сказали, там даются гранты, наши молодые люди ездят в различные страны для обучения. Чему их учат? Вот это тоже надо понять. Чему их учат? И того, если они готовят. Когда я был молодым, так сказать, политиком начинающим, мне тоже сделали предложение, поехать в эту страну я ездил, я знаю, как начинают обрабатывать мозги молодых, допустим, политиков, в частности, или же молодых историков, или же молодых юристов, начинается обработка, промышка мозгов. Вам дают установку, что правильно и что плохо, что хорошо и что плохо. И тут вот мы приходим уже к тому, что, а в чем разница, допустим, обучения в России и обучения в некоторых школах и последствиях в рейтинге. Большая огромная разница. Потому что мы с Россией находимся в одном цивилизационном поле. То есть в одной цивилизационной морали, что хорошо и что плохо. И у нас и политически общая цель, и общая задача, и стратегически, и исторически. Что нельзя сказать о Западе. И поэтому, когда человек едет в Россию, да, и в России ему тоже дают установки. Вот молодой человек приехал в университет, ему дают установки обучения и так далее. И, конечно же, Россия тоже приметит показать хороший образ своей страны. Это наш союзник. И хорошо, что наши люди, наши молодые люди, по нашим союзникам, мы дают хорошие среди. А те, кто на Западе, у них союзник турцы. Эпоха, когда наши люди ездят на Запад и начинают воспринимать Турцию как союзников. Это урон, это агрессия против Армении. Вот тут уже разница. То есть какие задачи, и с тем не говоришь, союзникам или противникам. Вот давайте вот на таком вот... Я вот мне пишу, что есть еще вопросы. Поэтому давайте вот... Айк Борисович, спасибо большое. Я так понимаю, Наташ, мы сейчас отключаться будем, да, на какое-то время? Сергей Алексеевич, ребята еще хотят задать вопросы? Айк Борисович, все хотят с вами общаться. Айк Борисович, вы с нами что останетесь? Единственное, да, небольшое уточнение по поводу Эрасмуса. Я не слышал, что где-то звучало, что кто-то против европейских образовательных программ. Мы же как-то это... К коллегам относимся, да, и к коллегам относимся как бы хорошо, и есть никаких лучших вопросов. Ну, не столько осуждение было, сколько Лилит Асуян с весьма негативной стороны веставил Эрасмус. Я это очень хорошо помню. Нет, мы же мягкая сила. Мы друг к другу хорошо и мягко относимся к нашим коллегам. Да, и здесь понятно, что Россотрудничество тоже, конечно, свои образовательные проекты, но в плане какой-то взаимной критики по крайней мере друг к другу не звучит. Айк Борисович... Ну что, сейчас переходим, да, Наташа. Айк Борисович, вы готовы с нами еще пообщаться некоторое время? Ответы, но... Это, снова ответ на это, да? Да, да, да. Сейчас вы получите новое письмо, и мы еще раз все подключимся. Хорошо? Хорошо. Все отлично. Наташа. О, а мы сейчас здесь, как они быстро все делают. Я сама. Я просто... Не буду. Женечка, ты пообщалась. Почему? Пока ребята встречаются, все все sleep at home. Ну, по-моему, еще не скажи, но я покажи, что я у меня, она вся сочна, а я не гоня. Не гоня. Спасибо. Если я тут так... Ведь очень много... Испешно, что, правда, красивая сон... Так... Спасибо. 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 Ваган, мы тогда сейчас слово дадим репсиме, да, чтобы закончить эту тему, да? Да. А потом ты задай свой вопрос. Хорошо? Хорошо, Ваган? Да, да, да. Отлично. Все. Айк Борис, ты где у нас? Вот Айк Борис. Айк Борис включается. Тогда мы сейчас дадим сначала слово репсиме. И у нас еще у Вагана вопрос. Айк Борис, вот подключается. Айк Борис, ну что, тяжело отвечать на вопросы? Нет. Спасибо. Вот такие ребята. Да, ребята у нас такие. Ребята серьезные. Хорошо. Серьезные. Ясно. Мы с Кареном Габановичем как раз разговаривали недавно. Как раз вот несколько из этих ребят, которые здесь присутствуют, он экзаменовал. Так что вот. Это серьезные люди. Уже прошли серьезную школу. Айк Борис, задай, пожалуйста, свой вопрос. Один вопрос вопрос. Репсиме. Да. Задай, пожалуйста, свой вопрос. Да. Я хотела задать еще один вопрос. Немного отходя от этих всех тем, которые мы сейчас обсуждаем. Просто захотелось воспользоваться этой возможностью. И вам, как, можно сказать, представителю оппозиции, задать вопрос по поводу того, что у нас сейчас происходит в стране. Не кажется ли вам, что новая власть сейчас стоит перед политическим кризисом? И считаете ли вы возможным создание, например, оппозиционной коалиции для новых переменцев? Я считаю, что власть стоит не перед кризисом, а находится уже далеко за чертой и в самом, так сказать, кризисе по грязи. Что касается оппозиционного блока, я считаю, что да, необходимо создать оппозиционный блок, но здесь дело в том, что оппозиция тоже важна. Совершенно неприемлемо, это для меня, с точки зрения, идеология оппозиции, и есть приемлемо. Я всегда был против статических ощущений. То есть, там, по-два моего влага, это друг, я так не считаю. Я считаю, что друг, это статистическая плоскость, это тот, кто имеет общую листью по идеологу. Вот такими силами конкретно наша партия ведет консультации. Естественно, это основанная политическая плоскость. Всего доброго. Здравствуйте. Очень приятно было вас слышать, спасибо за лекцию. К сожалению, из-за плохой связи было прерывисто. Вопрос такой, что касается насчет СМИ. В данный момент политика, да, Армении, государственная власть, не будем углубляться. Мы имеем то, что мы имеем. Что касается зарубежных СМИ. В данный момент я активно слежу за новостями. Вы сказали, что оно влияет на суверенитет государства. Вот я смотрю, ну, суверенитет государства я понимаю верховенство закона, да, верховенство власти, правящей партии, да. И у нас сейчас проблема и кризис состоит в том, что именно внутренние СМИ и не европейские СМИ, как бы это сказать, угрожают суверенитету Республики Армении. Но никак не европейские. Я говорю о данном моменте, данном этапе развития государства наших. Вот. Как вы на это посмотрите, что именно внутри СМИ рушат суверенитет, но не европейский? Второй вопрос у меня такой. На самом деле я очень часто задаюсь вопросом об идеологии в ЕАЭС. Что касается христианской идеологии, о которой вы говорили. На самом деле в России очень много мусульманских республик. Государство Казахстан и Киргизстан, 80% населения мусульмане. Какой путь, какой выход вы находите в этой ситуации? То, что большинство мусульман, и как мы будем прививать эту идеологию христианству? И, извините, третий вопрос. Что касается создания нашего союза, нового, да. Что касается союза. Очень большой путь и трудный был пройден для создания союза ЕАЭС. И очень многие преграды были пройдены. Очень многие конфликты и так далее. Насколько рентабельно создавать новый союз, если можно просто внедрить идеологию, да. Исправить ошибки в данном, в рамках ЕАЭС союза? Спасибо. Спасибо. Значит, первое, насчет верховенства власти, как показатель суверенитета, я с вами не согласен. Верховенство власти и верховенство закона – это не показатель суверенитета. Потому что сама власть должна быть суверенна. То есть власть должна не подчиняться внешним силам, внешним давлениям. Сама власть должна быть суверенна. К сожалению, в нашем случае власть далеко не суверенна. Сегодня абсолютно не суверенна, абсолютно не самостоятельна. Поэтому дело не в том, что верховенство власти… Допустим, да, власть может взять и сказать, что они полицейские, и полицейские могут кого-то побить. Не в этом дело. Дело в том, насколько власть сама суверенна принимает решение. И насколько она может это делать. Даже если она хочет это делать, она может, а может ли она это делать. Вот тут уж в данном случае давайте поговорим о верховенстве суверенитета. Наш власть. Вот это другой вопрос. Поэтому здесь… Ну, не могу с вами согласиться. Что касается европейских и местных СМИ. Что такое местные СМИ? Если это только… Значит, если учредители – это резиденты Республики Армении, то это очень мало, чтобы их считать местными СМИ. Очень много местных СМИ, то есть СМИ, которые резиденты являются… Учредители являются резидентами Армении, очень многие из этих СМИ получают гранты, живут на эти гранты. Допустим, Ассорт. Если он получает грант Ассорт, то какой же он местный СМИ? Нет, простите, а вот что касается, к примеру, Ель Крамаса. Я проживал в России очень долгое время. И Ель Крамас, он очень сильно влиял на армянскую диаспору в России. Так как эти газеты раздавали бесплатно в церквях и так далее, в общинах. И в данный момент газета Ель Крамас, я ее считаю нашей, внутренней, и она конкретно угрожает суверенитету. Только что касается суверенитета, именно государство, именно государство, не народа, а именно государство. Он включает именно суверенитет власти. Но как она уже пришла – это, власть. Как она уже пришла к власти? На самом деле, не будем в это углубляться, по моему мнению, бывшая власть, она была не суверенитетна, она пришла к этой власти, если мы вспомним теракты и так далее. То, что мы имеем, мы имеем. Мы как бы это не будем обсуждать, простите, вот именно что делать с внутренними СМИ. Да, ну и вот с Еркрамасом, к примеру, что делать? Вот он намного опаснее, чем европейская СМИ. Это СМИ и учреждено в России, и это СМИ и учредители, граждане России и так далее. Поэтому, что об этом говорить, я все не знаю. Мы говорим о СМИ, которых учреждены и работают как рамские СМИ, но на самом деле или учредители являются нерезидентами. В данном случае, допустим, радио-собус. Или же СМИ являются резидентами, то есть граждане Армении или организации Армении, резиденты Армении. СМИ, вот. А СМИ, кстати, финансируются и политически руководствуются определенными силами, которые, допустим, дают граммы. И вот тут речь идет о том, что называть местными СМИ, что не называть местными. Поэтому здесь действительно очень-очень важно, кто финансирует и защищет живут эти СМИ. Теперь дальше. Что касается... Если вы имеете в виду то, что СМИ, допустим, критикуют вас, то это нормально. СМИ, они на то и СМИ, чтобы критиковать какие-то... Выявлять недочеты, выявлять отрицательные стоны и так далее. Это абсолютно нормально. Другое дело, если эти СМИ критикуют власть по заказу внешних сил. Вот тогда надо уже понимать. Если это критикует власть по заказу внешних сил и практически манипулирует людьми, это одно дело. Критикуют власть за дело, это другое дело. Поэтому иметь суверенные СМИ так же важно, как и иметь суверенное правительство. Что касается, как это правительство пришло, кто хорошее, кто плохое, прежнее правительство, рыночнее правительство. Я не знаю, потому что это не тем интересным разговором. Я считаю, что это правительство, которое сегодня у вас, это просто фунта. Фунта, заплатившая власть. Прошлая правительство была изнано. Хорошо или плохо, оно было изнано. Ну, на это мы можем уделить еще пару штук. Вот это будет, если нас пригласят на по этой теме на дискуссию, я с удовольствием приму. Второй вопрос. Идеология и мусульман. Вы знаете, опять-таки, в Советском Союзе очень было хорошо поставлено дело нормального строительства мусульманских и христианских народов. Есть такой понятие, как интернационализм, который проповедовал в Советском Союзе, именно интернационализм. И, с одной стороны, невозможность национального родительства, с другой стороны, в Советании давали возможность этим странам, этим народам жить, осуществовать очень хорошо, очень нормально. И еще один очень важный вопрос. Я думаю, что традиционная христианская мораль, традиционная мусульманская мораль во многом нам более схожа друг с другом, чем, допустим, христианская мораль и мораль главалистов, соносов, мироволитералов и так далее. Поэтому я думаю, что традиционная мусульманская идеология, тем более идеология, которая прошла через Советскую интернациональную школу, то есть это не ваххабисты какие-то там, это не арабские экстремисты мусульманские, а это совсем другая история. То же самое Казахстан, да, там действительно преобладает мусульманское население, но это советская школа мусульманская, это традиционная мусульманская школа, которая прошла через интернационализм Советского Союза. Очень важно. Поэтому то, что есть у нас в барабских странах, допустим, ливийские, эти самые мусульмане и казахские мусульмане, это совершенно разная история. И третье про Союз. Я не считаю здесь возможность говорить о рентабельности, то есть это не измеряется термином рентабельность. Это, скорее всего, средство выживания. Это метод и возможность для, по-моему, единственная возможность для выживания страны. Поэтому рентабельность или нет, может, это и не рентабельность, но это единственная возможность сохранить и государственность, и самостоятельность, и суверенитет, и саму нашу. Вот, коротко ответы на ваши вопросы. Спасибо большое. И я благодарен за вам, за ваши интересные вопросы. Наталья, насколько я понимаю... Ну, ребят, у кого-то еще вопросы есть? Ну что, раз нет вопросов, давайте, Айка Борисович, поблагодарим. Огромное вам спасибо. За очень интересное выступление. Ребятам тоже огромное спасибо за вопросы. Было очень интересно. Я думаю, что... Айка Борисович, если у вас возникнет желание, мы вас в любой момент рады видеть. Здесь, в школе, и в Российском центре, конечно, науки и культуры. Спасибо, и за это приглашение. Я, конечно же... Мне очень интересно общение с нашей молодежью. Это тоже для меня какие-то такие новые импульсы, чтобы понять, чем обеспокоена наша молодежь. И чем больше общаться, чем больше общение между разными поколениями, я думаю, это для всех будет полезно. А в Томе спасибо за организацию такой вот выступления. Спасибо большое. Ребят, я хочу поблагодарить вас за очень интересные вопросы.